Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. Сегодня я покажу, как через обменник биткоинов обменять, ну, зайти в компанию Pride. Значит, заходим на сайт 24paybank.com, заходим на него, ну, и я на примере покажу бирбанковскую карту. Значит, здесь выбираем вверх, здесь, с правой стороны, мы биткоин выбираем. Сейчас обновится и заходим в вкладку Pride, на какой вы хотите в пакет зайти. Вот, допустим, я захожу на пакет Partner Plus. Здесь необходимое количество биткоинов. Я что делаю? Я беру, копирую сумму биткоинов и ввожу вот в эту вкладку. Здесь цена у нас показана. И, значит, заполняем данные. Номер карты. Я в дальнейшем просто покажу, просто, да, в дальнейшем ввожу, все остальное попозже. Номер почтового агентщика. Кошелек для получения. Можно копировать свой кошелек для получения, а потом с кошелька биткоин перевести на кошелек Pride. Но чтобы этого, этих всех манипуляций не делать, я предлагаю сразу уже копировать биткоин-кошелек Pride. Когда нам отсылать, мы сэкономим на комиссии тем самым. То есть мы вот здесь по вкладке, вот, на какой кошелек необходимо ввести вот здесь. Мы его копируем, этот кошелек, и вставляем вот сюда. Сейчас я нажму начать обмен, заполню данные, продолжение своей карты, начать обмен. Сразу вас предупреждаю, что в дальнейшем вам нужно будет сейчас сфотографировать, и что конкретно я покажу. Итак, нажала я на начать обмен, вот, теперь нужно сфотографировать такую строчку. Это, значит, вы здесь прочитаете, ну, в двух словах, что на заднем фоне вы должны сфотографировать карту, и на заднем фоне должен быть монитор, на котором прекрасно все видно, и на карте должны быть первые четыре и последние четыре строчки. Все остальное вы можете, в принципе, все закрыть информацию. Ну, здесь видно на примере. Вот, сделаем, нажимаем «Подолжите», выберите файл, так, как я уже загрузила, и, вот, отречировали, и загрузилась, сейчас я ее, вот, загрузила, нажимаю «Загрузить», и ждем немножечко. Все, теперь мы видим, что написано «Проверка карты», подождите несколько минут, ваша операция проверяется оператором, не закрывайте эту страницу до окончания верификации. После прохождения проверки этой карты можно будет пользоваться. Все, видите, достаточно подобное, чтобы не прочитать. Итак, при открывании новой вкладки, необходимой, проделанной, нужной процедуры, мы видим, что у нас всплыло окно, в котором нужно подтвердить, сделать перевод по реквизиту. Меня немного это смутило, я спросила в чате, мне сказали, что если обменник дает определенные, как бы, именно эти реквизиты, то они верные. Значит, что делать? Переводим на сбербанковский сайт, подпечатленный здесь, введем логин, пароль и продолжим. Сейчас мы ждем смс, которая была отправлена паролем на номер, указанный в вашей сбербанке. И так, продолжаем переводы платежи. И мы сейчас переведем человеку-клиенту сбербанка. Смотрите, что я хотела сказать, для чего пароль приходит, это для того, чтобы именно вы заходите в онлайн. Вы можете так же перевести это через сбербанк онлайн на телефоне, но мне было удобнее через компьютер, особенно на компьютере. И сейчас мы будем вводить номер карты получателя. Смотрите, мы заходим, мы будем вот эту карту копируем. Так, не забывайте о том, что плюс-цензионная ставка 1% по переводу. И я напишу так, что плюс-цензионная ставка 1% по переводу. И я напишу так, что плюс-цензионная ставка 1% по переводу. И я напишу также на англ. в он в в в в в в в в в л артенплаты р м не л д в там у можно а а вот антон анатолий и у меня но как получать иначе м все верно а документа Я еще сделаю вот так, вот эту сумму. Я эту сумму вам. Все, нам нужно оплатить эту сумму для лучшей и высшей. И так как его нельзя никому Кому сообщать, я перейду к дальнейшим действиям, но пароли пропущу. Просто нажму кнопочку опыта. Патвердить после пароля. Это я должен. Так, я написала пароль. Противостояние. Вид счет одевать дополнительную паспорт, что нет. Так, я не могу. Так, я не могу. Так, я не могу. Сбербанк. 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 Поэтому, если в случае чего, не переживайте. Просто стоит чуть-чуть подвыкнуть и предоставить информацию. Ну вот, мне перевели. Сказали, это уже просто можно закрывать. То есть, я закрываю и здесь я нажимаю «Я оплатил». Итак, заявка в обработке. Я делаю у нас в этих случаях скриншот. Поэтому, на всякий случай, я люблю безопасность и обережение всегда. Значит, прошли деньги, дебанк не подтвердил, поэтому я закрываю это все. И все, ждем поступления. В телеграме, в чате вы можете спросить, как долго, но от нескольких минут до часов занимает. Итак, у нас заявка обработана. Вы видите статус заявки. Прошло буквально, в самом деле, минут 15, наверное. И заявка, статус заявки изменился на обработанную. Вы видели в предыдущем слайде. Я сразу тогда хочу показать. Мы делали это все для Прайда. Поэтому я захожу вон в прайд, в свой личный кабинет. И вы видите, теперь на главной моей странице я уже отметила, как статус партнер. Ну, то есть буквально в течение некоторого времени. Вот, и правильные моменты я уже начислили. Первая ветка. В общем, смотрите. Довольно вот это вот все дело. То есть все без каких-либо телодвижений. Все как есть. Я, конечно, тоже по первому было переживала. Но у меня все точно хорошо. Ну что, ребята. Вы видели все в онлайн режиме. Я делала, прошу прощения, для некоторых, возможно, недочеты. Или какие-то нюансы. Потому что все это было при вас сделано. И я вам желаю хороших партнеров. Отличных сделок. Великолепных клиентов. И если я была вам полезна в этом видео, то тогда подписывайтесь на мой канал. Очень много полезной и нудной информации еще будет, я вам это гарантирую. И ставьте лайк. Всем пока-пока. До новых встреч.